подъезжаем к Мардан Пайлос, подъезжаем к Мардан Пайлос, большой, на днём потом пересниму всё. Ну вот, приехали, выгружаемся, но это конечно очень солидно, как будто в какой-то музей приехал. Да, со светом явно приятней. Ну что, идёмте на ресепшн. Блин, ребятки, им тут солидно, офигеть, конечно. Давайте все щёлкнемся, пока все спят. Пока все спят, надо щёлкаться. Ну как хорошо, приехали. Ещё все спят, никого нету, народу поснимать. Я прям это, я здесь вам тут всё зафотографирую. Ну чё? Давай, давай, давай. Здесь, наверное, спал просто как бомбическое должно быть. Нотель просто охрененно, охрененно построен. У меня есть такое ощущение, что... А, вот, смотри, Кулинан написано. В чём прикол? А что это, шарик спускается вниз? Да, здесь, значит, вау, вот это прикол. Блин, тут, конечно, можно залипнуть надолго. Должно сейчас туда и вниз, да, поедет. Ну как раз, скажите, очень много времени тут может. Пойдёмте. А туда, вниз, вон, туда какое-то бестрое. На потолках и на стенах такая роспись, люстра. Ну правда, вот как будто, помните, в Будапеште в музее гуляли, да? Направо. А где направо? Сказал, направо куда-то. Ну ладно. Круглосуточный ресторан. Это огромнейший плюс, что в отеле есть круглосуточный ресторан. И я тоже ищу соблю. И вина надо взять. Спасибо. Да. А, будем брать вот что-то? Очень красиво. Давай. Ладно, с приятным. За нашу встречу. Давайте. Мы покушали, идём погулять, посмотреть, что из себя представляет этот отель. Первые эмоции, они такие самые-самые, такие искренние. Вероятно, тут советский стол. Там бригада фотографов подъехала. Самый кач из полвосьмого, никого нету. Лежачки солидные. Идёт он, сосиска. Слушай, ради прикола взлетов в туалет. Да, туалет не снимал. Так, это женский, вот мужской. Позряки туалета. Даже не представляю, сколько денег здесь в грохоле вот это всё. Чуть-чуть RCO. Отель шикарнейший. Не знаю, с какого перепугу вдруг Макса считается там, да, одним из лучших, но... Там и близко нет такого интерьера. Супер. Тащакёрлер. Вперёд Галатасарай. 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 Я так понял, нам сделали апгрейд. И во-первых, нас раньше заселили, до заселения ещё 6 часов. А во-вторых, дали нам не просто комнату, но сейчас увидим, что нам дали. Идём, я, конечно, прям кайфую от этих интерьеров. В ресторане, который не завтра, а вот у вас... Бистро. Нет, круглосу. Магдан. 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 Еще один пример самкинг. Пускай orай sarcой 논, loc phone to tuts. Какpris maison? Ольга-слову. По- Carry Habu. produring colь tuts. Ага. Ага. пляж рядом, пешком дойти можно, да? да, да отлично обалдеть мини-бар супер, о, солнце, восход офигеть, все, это прям ты посмотри, как вот эти сфоткать быстрее себе очень красиво, такие очень расходятся very beautiful кайф кайф надо посидеть такая большая терраса, это балкон пожалуйста, если что, звоните 4 пятерки ага и наши концепт здесь, надо скиннивать окей здесь постелят потом ребенку, да? сейчас могу заказать да, 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 закажите, мы хотим поспать ли еще хорошо так что да я не знаю, что это за коробочка, но мне кажется, что Ксюша их с собой захочет взять красиво а, сейчас, да, ну, это, ну, это, вот, место стоит ну, полтос 50 да, 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 догоню душевая кайф номер розетка, розетка отлично, есть розетка там, там далеко из него до моря а у нас какой этаж? у нас, здесь, четвертый а нам надо здесь, детский клуб получается да, там уже сжимание давай на все нажмем наверняка, что этот, этот лифт попроще, чем тот да? да, ладно нашли дорогу хоть бы открыто, хоть бы открыто 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 класс идите мне кажется, это сам корпус такой, здесь большие он, допустим, таскал правилу, когда мы получили номера да, здесь, видимо, просто больше эти балконы хотя, хрен знает, здесь такие же не знаю, в чем апгрейд, в общем но номер прикольный мы пришли на шведский стол это какой-то это, наверное, лекарта где-то еще ой, надо поснимать в тепле посидим да, внутри ну, такой не очень большой получается сама зона, где посидеть, не очень большая ну, а буфеты ну, тоже такие не огромные а, не сыры, я думал, сад сыры я все возьму, вот, наверное, вот этот диет-буфет что поснимать-то? кстати, вот это, то, что здесь за витриной за стеклом мне больше нравится это более гигиенично с чем там где сидите побегут, потрогают или бросить яйцо пашот яйцо пашот пашот оставил здесь яйцо пять минут, три классно яйцо, понимаешь, почему мы только что ели? что-то из каши я бы съел что-то из каши я бы съел мармеладки прикольно оливки, да? вот это тоже еще рано оливки, да? вот это тоже еще рано оливки, да? не знаю, что прикольно что есть в шапочках но интересы круасанчики круасанчики где каша, где каша о, а можем я вот этот? пожалуйста ага точно спасибо безмельтоновая это не моя тема блин ну почему томатный суп еще кашу сухие завтраки ого а там, справа сырые, прям очень быстренько пробегут ай, мэрва выбор огромный там, в компрессе после этого в мега сарае это кажется, что много всего вот это я прям, сто процентно зачет то, что я очень люблю это все гигиеничное то, с кормой фрукты компот блин, дайте каши каши есть нет йогурт ой, каши не йогурт обидно а можно мне строборий йогурт, плис? эй ух а с миску приблизи надо еще посмотреть клубничка еще здесь есть все-таки она и здесь можно отмел плюс овсянка я прям мечтал о каше можно пока еще самое самое утро пробегусь быстренько по территории здесь раньше не были не прикольно это наверное самолеты летают просто на тобой недостаточно шумные то есть мегасаре тоже самолеты на тобой летают на снижение но их прям не слышно совсем здесь они идут на взлет и их слышно ну ладно в общем иду по территории этот мост мне чем-то напоминает мост венеции не помню как называется реальта могу ошибаться потом обязательно обязательно все обойду все облажу все узнаю все посмотрю сейчас просто хожу впитывают эти эмоции первые пляжные полотенца не по карточкам я так понимаю ну сто процентов прям не по карточкам точно мне тихо карточек не дали браслетов как видите тоже не их не одели время 8 они тоже 9 утра прохладненько хашир или хасир турецкие на карты а там тоже какая-то территория что-ли не знаю наш отель не знаю наш или нет вот эта башня это зона лакартов я прям очень хочу сходить в сакуу прям очень хочу суши покушать давно не кушал то что диск как-то стрёмных не в отеле есть мало ли что давно не ел интересно это ленивая река можно на или вообще декоративный бассейн непонятно пока что если это ленивая река только шучка удачи сут залипнуть на на этом домом только круги как он называется и поплавать на течение нет совсем видимо все таки это просто декоративный лежаки все солидные никакого пластика даже лестницу не могут просто обычно сделать это обязательно такой вот ну это красиво в этом смысле а тут видимо еще бывает шоу фонтанов ой что-то это ты меня зовешь да за мигбара амфитеатр тут видимо серия Патисерия. Заглянем сразу. О, аквапарк есть. Столиков, кстати, много. Не как в Риксосе полтора столика. Сцена такая... Не самая свежая, но... Большая достаточно. Такую рассадку не очень люблю, потому что плохо видно. Каприз Патисерия. Мы почти дошли до пляжа. Ничего смешнее не придумал. Детский клуб. То есть, получается, он здесь, да, не в здании. Каким работает время? 9 уже. Детский клуб. Детский клуб. Скорее всего, не знаю, то ли он пляжный, то ли после двенадцати работает. Ночью, имею ввиду, ночной. Аквапарк детский, зона островок попозже. Когда пойдем сюда, обязательно поснимаю. Вот эта часть, прям как выезжая, один в один. Ну, один поставщик, скорее всего. Фоточку сделал. Хотя, что потом, прям сейчас зайдем. Еще заказываю. Видишь, что больше, чем выезжая, да, определенно. Хотя, это тоже секция. Да, тут, наверное, на две секции больше, чем выезжая. Лежаки. Мы дошли до пляжа. Здесь слева, скажем так, бомж-зона. По дешману, да, эконом. Это я так шучу, на самом деле, Крудович. Лежаки, зонтики. Слева зона кабан. Ух. Кстати, прикольно, что именно сейчас я решил дойти поснимать. Никого нету сейчас. Я и так рано, вряд ли, еще приду сюда. Ну, ребята, вот, посмотрите, какой пирс он, охренеть, какой огромный. Я такого огромного пирса в отелях тут еще в Турции не встречал. Он просто, не знаю, четырехполосный. О, какой вид на город. Да, на Кемех, скорее всего. А, вон, самолетик, да, на посадочку идет. Видно было? В общем, видно, я ее вижу. Чуть-чуть дойдем до пирса. Какой-то его просто мега нереальный. А вот, кстати, соседи, Кремль, Кремль, отель Кремль. Громадный пирс. Громадный. 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 Один один... Громадный. Громадный. Метров даже 300 точно есть. Отели пешком идти. Давайте зайдем в частную территорию. И туда, и бульку туда. И туда, и бульку туда. И туда, и бульку туда, и бульку туда. Видимо, тут какие-то ландшафтные работы будут делаться. Не знаю, работает или не работает. Если работает, то сфотажу обязательно. Иду в обратную сторону. Вид не менее прекрасный, чем, конечно, на пляже. Приятное. Самое первое такое впечатление. Не знаю, как дальше будет. Очень приятно. Комфортно здесь все так уютно, здорово. Так, ну, понятное дело, богато, роскошно. Заметьте, ни одного слова вакшри или там делюкс в названии. Это моя тень. Там видовый, наверное, вообще классные места. Хорошо, что все с утра отснял, когда никого не было. Раз уж пришел на обед, то надо обед заснять. Сразу. Ты дышишь мясо? Рыбный буфет. Вот тогда, мне кажется, очень вкусно. Хотя креветки я не очень люблю. Да, рыбный день, стоит сюда. Да, рыбок. Бонита. Шарик из банкура. Пшеницу. Смирно. Интересно. Погай, я не хочу. На... Здесь до новой гриль. Котлеты. Такой тяжелый вот это все. Накер. Здесь без изменений. Мороженое. Амм... Фри. И вот вкусняшки появились. Коттики. Овощи. А вон там какая-то зона овощная. Короче, пирожные здесь в порядке. Здесь очень интересно. Опер. По-моему, в Буше у нас в Петереду продаться тоже. Не в Буше, а в этом. Называется Север. О, Север тоже. Тольские изделия Север точно-точно. О, Север. О, Север. О, Север. О, с рисом. О, с рисом. О, вот да. Вот. Тут. Бусет с овощами. Все. О, я себе взял вот такой суп куриный, он здесь вот реально куриный. Первый раз вижу здесь вот за последний там месяц с лишним, чтобы был нормальный куриный суп, но еще вот посты. Выходим с обеда, я хочу сказать, здесь охренеть как уровень обслуживания, не знаю, как дальше будет, но здесь вот все. Надо еще пособирать информацию, ходить, погулять, везде покушать еще раз. Ну, на данный момент охренеть, просто офигенный высокий уровень. Ни фига ни разу не выступает ни Максу, ни Регнуму, не выезжу. Очень высокий уровень. Очень-очень сильный уровень. Сера здесь. Может, на заваля карта запишемся? Здравствуйте. Титаник, то есть это один и тот же патрон. В смысле, а, у вас один этот, как сетка? Да. Один владелец? Да, один владелец. А, я думаю, что у вас кулинарский вертолет. Возможно, сейчас у вас взрослых, да ребенок, правильно? Ты пойдешь там, не ошибся? Где главное здание, оно, по-моему, одно все. Ковторый бассейн. Такие кабаны тоже есть. Народу очень мало. Поэтому в отеле очень комфортно. Когда оверкраут, это прям тяжело. Вот тут какой-то бар, не знаю, что они тут делают. С той стороны шли где-то, там тоже был бар. Не помню, где-то был. Аквапарк включили. Супер! 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 Короче, пришли. Итого. Пришли в детский клуб. Ярослава привели. Он же уже все не может. Ему срочно надо веселиться. Ооо! С десяти до двенадцати работает. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди, знакомься. Покажите нам детский клуб, пожалуйста. И возберите лялечку себе. Четыре. Только приехал, сразу сокровище пошел искать. До двенадцати, да, работает клуб? Обалденно. Закрыто. Ну и правильно. Ничего в польфиши не играть. Лучше вживую тебе общаться. Зонирование по возрасту. Здесь рисуют. Вижу, собирают лего. Здесь у нас кино. Что сегодня показывают? Депо. Наверное, еда там, не знаю, что там. Здесь, наверное, готовят, покушать. Ну, вставляют. Короче, кормят. Можно я гляну. Пойграунд. Типа йоки-джоки. Здравствуйте. Ну, надо, чтобы без разрешения уходить. Закрыто. Закрыто. Баскетбольщик здесь. Мячик есть. Можно покидать. Тут детей-то вообще, по-моему, нету полтора человека, да? Так что медаль, чтобы выиграл. Вон, это лопарк. Ну, здесь те же самые вот эти, ну, не игрушки, а как называется, экспораты. Вот лакула такая же один в один в ВСЖ стоит. Да. Вот просто очень похожи пираты вот эти все. Да, здесь амфитеатр. Он, наверное, закрыт все. Ну, да. Закрыто. Вечером придем здесь, наверное, мини-дисковый, но удобно, когда это все вот в одном месте, что детей не надо сами приходить отводить, как говорится. Короче, всех здесь отдыхают коты, конечно. отдикается. Интересно ему удобно так спичать? чтобы наверняка там уже по-моему то же самое что ну да один один это благовониями походите восточную может быть вот эти лифты ну да я же помню конечно да вот эти покруче сделаны отель просто ухренечка но она все сделана и и и и и и и и кушать на ужин это невозможно не снимать это невозможно не снимать я хожу как ненормально все это снимаю потолок очень зачетный такой тоже хочу домой я так еще на ужин то я не дойду с таким темпом я совсем в этой машинке залипает мы пришли на ужин в общем честно говоря мне будет некогда есть чем-то заниматься если буду все время ходить снимать но здесь очень шикарно шикарно сердце это ксишу это ты мне вот иногда так вот Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все светится, все в огнех Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Бесячий тапок. Лифт такой же? Да, там другие. Там дерево или что-то такое. Нет, там тоже были тканевые, но они другого. Стоп. Водопад? Думаешь, это же самый водопад? Давай. Ну вот, смотри, прямо. Куда-то прямо. Ну, смотри, я пока поснимаю. Очень красиво. О, рыбка. Сауна, хамамы туда. А сюда подогреваемый бассейн. Пойдем бассейн сразу или пойдем посмотрим? Там сауна. Здесь просто красиво. А, вон он, маленький такой. На улицу пойдем? Здесь внутренний бассейн, а там на улице снаружи. Решили пойти сначала на улицу, а потом сюда переместиться в помещение. Вон такой, да, не очень большой. Да. Куда мы пойдем? Давай тут тянемся. Давай. В бассейнах поплавлю, а теперь идем смотреть. Да и погреться тоже в саунд. Relaxation room. Там какая-то слабенькая, там 30 градусов. Здесь просто почилить. Комнатка. Пойдемте греться. Вот сюда. Идем сюда. Там сауна. Что здесь? А, здесь хамам. Ну, видишь, он, типа, камень теплый. Камень теплый, а так что там не жарко. Тут правая комната. Там есть, там есть народ, нет. Да, есть. Не буду снимать. Там просто правая комната, и тут стим. Что-то никого нету. Здесь какая-то соляная пещера, по-моему. Здесь не жарко. Надо просто с солью подышать, скорее всего. Да, очень похоже на соль. Стены тоже солевая комната. В общем, фракрасная. Тоже полезно. Сами сауны я не покажу, потому что только будет тепло, и жарко, и пахло. И, в общем, плохо видно. Но они хорошие, мне понравились. Хочу показать вот это вот, калдариум. Это такой калдариум тут вообще. Заходишь, играет легкая музычка. Я еле-еле заставил себя выйти отсюда. Заходишь, но не спеша. Это все теплое. Теплое, приятное такое. Садишься. Вытягиваешь ножки. Вытягиваешь ножки. И слушаешь эту музыку. В общем, так растекаешься, что выйти отсюда очень сложно потом. И сам еще тебя втраде степлое комфорта. Музыка играет, легкая такая. В общем, полный калдариум. Обеспечен. Не знаю, что что бы это не значило. Но калдариум здесь полный. Вчера были генитаристы, у нас сегодня калдариумы. А мы идем в алиагарты, азиатские. Очень уж хочется, чтобы давно не ел. Алиагарты в основном находятся здесь. Есть и в главном здании, но преимущественно здесь. С правой стороны турецкий алиагарты. Он, походу, не работает. Мы идем в азиатский. Вот здесь вот. Их несколько. Вот список. Какие милые, красивые люстры. Где вход? Вход никак не обозначен. Ах, ты не знаешь, какой нам этаж вообще? Ну, вверху. Ладно. Ну, секретная терраса. Ну, приехали. Ну, ладно, здесь вот. Мы справились. Здесь внутренняя часть есть уличная. Нет, нет, нет. Внутри. Инсайт. Да, внутри. Холодно. О, Тепаньяки посмотрим. Мы решили на улицу пересесть. Потому что тут просто более антуражный вид красивый. Я бы даже, может, сюда бы сел за вот этот стол. Давай сюда седем. Так, вот это что такое? Как же тут меню? Внутку по-пекински. Не лежать, и коричь. Ужасили выносить. Как быть. Тут просто наблюда выносили всего. Внутку по-пекински. И какие-то пельмени, гёдзы, с чем-то, не знаю. Просто рис. Папа блогер. Вот эти вот панировки мороженое, внутри степочное. Жареное мороженое. А это фисташка или что-то посыпано? Да, цвета фисташка. Фисташка. Мы просто как-то решили подняться в бар. Вот такой здесь видит. Самая, по-моему, топовая точка. Видно Анталию. Даже не знаю, что там. Это понятно, Кремль, Путин. А вот что там сытится, не знаю. Пришел одну обезьянку снять. Ладно, на самом деле пелье. Перье. Пока никого нет, извели. Гоннайден, дамраутра. Спасибо. 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 Рядом с пляжем. Совсем прямо вот рядом. Тут не просто бар, там еще, оказывается, и ресторан есть. Итальянский, а-ля-карт. Нас когда заселяли, нам нифига не рассказали, что где находится. Вот. Идем первый раз попробовать что-то поеду. В сапоре или как-то. Сапор. Менюшка. У меня дегустация коктейлей. Мунстар Мартини. Это какой-то хриза отличий. Там даже рецепт написан. White Russian. И. Москому. Сегодня что-то будет, видимо, что-то вон готовит. Взял чуть-чуть кофе. Там какой-то движ. А, индейцы. Праздник индейцев сегодня. Детский клуб тут очень зачетный. Красава нравится. Девочки и аниматоры очень хорошо работают. вон. И. Да. Музыка. Музыка. Конкурсы. Сегодня свадьба какая-то у индусов, что ли? У индусов, да, он разъехал. Полсиселя такая наехала. Они готовятся. даже фонтанчиков то еще видишь на пляже как ходить интерес прикольно хоть они нарежены с этих сарафанов фонтаниус какая-то часть его он тут тоже что-то монтирует это мне напоминает как в детстве были эти машинки короче кверху такие подвязываются какой-то сурок там и они ездят катаются если найду видео или фотку подложу вот мне напоминает такой вот купол а а а и и и и и Сауна показывал, а вот спа взыва еще нет. Сейчас посмотрим. В одном месте, где спа, там же и фитнес. Здесь бегать на улице тяжело, в отличие от таких отеля, поэтому пришел по дорожке поменюсь. Зал такой маленький. С видом на бассейн. Симовая такая, достаточно маленькая. Квартет. Пойдемте участвовать в студентность. А, вон там есть. Давай. В общем-то, конечно, сильно наряднее. Мы это все сделали. Свадьба с вами была. Так. Не забейте меня. Ахренеть. Красотища. Нам сказали, отойти еще подальше. Целик безопасности. По-моему, я так понимаю, вы все. Голубки наши. Свадьба у кого. Здесь попросили отойти на большое расстояние. Целик безопасности. Мы решили подойти поближе, сразу пока ничего нету. О, сейчас будет. Я как-то старался занять лучшие позиции. Сейчас хожу. Они, короче, идут вниз. Идут на днях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Замесли, девочки Идем на пляжах Идем на пляжах Идем на пляжах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Идем на пляжах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ого, Субтитры создавал DimaTorzok А, это жених А, это жених Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот что-то интересненькое там Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тот поет, и там поет, и везде поет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свадьба индусов уже пятый день идет. Я не понимаю, откуда у них столько здоровья. Ну, в общем, вот здесь был эферверк, который мы с балкона засняли. Такой проход был к бару. Кстати, он открыт, можно пойти посидеть. Он открыт, можно пойти посидеть. Хорошо, вот такой проход, короче, сделаю. Я пойду один туда, я пойду один туда, спасибо. И вот здесь все гости, видимо, шли. А некоторые индусы высокие, кстати. Вот они нашли вот так вот. Вот так вот шли. Ай, вот так вот. Короче, и попадали сюда. В общем-то, здесь был эферверк. Все красочно, господи, празднично, красочно, красиво. Супер. Ну, пять дней тяжеловато, мне кажется. Курались. Все, свадьба у индийцев-индусов закончилась. И масса вылезает. Сегодня будет в отеле посвободнее уже. Хотя они, кстати, не напрягали, не шумели. Не было такого, что как вот вчера, когда ложился спать, там будут ребята, орут песни. Это были не индусы, не индейцы, не индийцы, но... А тут, наверное, это с трех раз кто. Сегодня опять же тут же пианист. Еще я не знаю. О, господи. О, господи. О, господи. О, господи. Нашли секретный выход. Это другая страна. О, господи. через три дня а кстати вот тут речка через три дня через три дня уезжаем улетаем уезжаем улетаем легкая грустенькая тоска но сейчас настолько уже много в турции в этом году что даже хочется немножко в холод уехать и сменить обстановку что-то поделать отеля такая все здорово хочется что-то новенького уже раз обезьянка два три четыре пять шесть давайте вышел за территорию отеля немножко там погуляться до банкомата предыстория в общем отеля такая не самого отеля почему сюда приехали несколько недель назад мимо ехал мимо этого места мы едем и он со стороны такой классный думаю офигеть в общем вот он так понравился стороны так как-то сразу щелкнул чик мы забронировали за две недели вот они подходят концов совершенно случайно это про так ты конечно знал понятное дело что-то не задумывали сюда никогда приехать а он очень даже прикольный мера конечно безопасности здесь попроще чем в том же регнуме или максе мимо ешь карточку там показал даже не вышло проверить в регнуме прям даже спрашивать номер комнаты фамилия проверяет по системе для кишек прикольными по безопасности гораздо чем это просто прошло мимо махнул там издалека что-то не увидел что он там не увидел не знаками я вообще не вижу безопасности время выше у нас окна выходит внутрь если бы сюда выходил это конечно была проблема в нашел это было бы сумма у нас выходит окна на ту сторону и гораздо тише разумеется вообще как бы тихо тихо здесь что прикольно здесь нет таких деревьев где живут цикады здесь тихо потому что там же в горе или вы же вы же так точно там настолько высокий уровень шума для этих цикадов что там еще на выходных деревьев они на них живут это прям настоящая проблема день и ночь я замерял по манерам на телефоне это конечно серьезно но тем не менее уровень шума для их цикад примерно такой же как уровень шума на дискотеке почти 80 децибел то есть и ты вот в этом шуме получается спишь это немножко некомфортно здесь таких нет цикад не знаю что это за monkey склад правильно кошмар кейс было бы вот ладно там закрыто еще все натуральные обезьяны что ли живут надо прийти посмотреть сейчас ничего не видно и стекло ладно я думал что это караокер или какой-то высветительный клуб выяснил потихоньку уезжают кто-то приезжает кто-то уезжает и 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 Ладно, я вам другую песню сейчас запишу. Субтитры создавал DimaTorzok Да, помните, я раскидывал видео, в кофе-фула ходил, и там кошечка лежала, вообще тоже в полотенчиках спала. Мне просто тепло. Субтитры создавал DimaTorzok Включили подсветку зелененькую. Вот она всегда какого-то шарма, обаяния добавляет. Две обезьяны мои замерзли. Побежали, здесь всегда ленты перекрыты, здесь не всегда так. Они просто засели травой газон до нового сезона уже вытоптаны. Так, и что такое тут? Вау, цветомузыка. Апокалипсис. Короче, он что-то пытается включить, но не получается. Ладно. Получилось, красавчик. Опять какое-то мероприятие, тут конгрессы педиатров, телекардиологи, значит, что это такое, без понятия. Просто не какой-то движ здесь происходит. Персонала очень много, и они, в общем, вытягивают эту толпу. Завтра утром летаем, все, самое время подвести итоги. Здесь 14 ночей. В любом другом отеле мне бы уже под надоелом. Опа, я уже здесь, выхожу из другого корпуса. Так вот, прошло почти две недели. Наверное, так долго в одном отеле мы еще не жили, хотя они жили давно когда-то. В принципе, в целом, может быть, другому отелю я бы, наверное, поднадоел бы, может быть, кроме Регнума. Но здесь территория достаточно большая, но она и не огромная. По еде, ну, просто никакого негатива. Ни по еде, ни по персоналу. Сейчас очки одену. Итак, никакого негатива. Здесь очень круто организовано. По персоналу здесь работа поставлена вообще не хуже, чем в Максе. Это не преувеличение. Здесь только доедаешь, тарелку там ставишь на стол. Уже официант летит, там что-нибудь, тебе предложить из напитков там взять тарелку. Ну, может быть, чуть-чуть, конечно, там где-то послабее уровень, но, извините меня, это в два раза дешевле. В целом, здесь уровень сервиса выше, чем в Рексусе. Выше, чем в Регнуме этого года. Ну, и по еде уж точно сильнее, чем в Рексусе. Да, послабее, чем Максе, но это того не стоит, что там в два раза переплачивать. Короче, здесь очень понравилось. Мы решили, что в следующем году будем смотреть на цены. И если здесь в два раза дешевле будет, чем тоже в Регнуме, мы пойдем просто сюда. Здесь настолько круто, эстетически и эстетично, как правильно, не знаю. Здесь очень приятно находиться, то есть все в виде локации. Все вот это оформление здания, там, то, как обставлено мебелью, это не бутафория какая-нибудь, как в Селектуме, да, например. Здесь очень крутая, дорогая мебель, интерьер. Здесь, как выяснилось, тот корпус, который мы живем, это европейский. А другой корпус справа сейчас от меня находится. Это Османский. Ну, не успел я посмотреть Османский, что-то хотел, но как-то не хватило времени. Узнал только вчера, по-моему, или позавчера. Здесь, оказывается, разные корпуса, смысл по содержанию, по внешнему виду. Что еще здесь? Детский клуб, здесь топ. Аквапарк, мы сами видели, сейчас дойду еще раз, покажу. Тоже хорошего уровня, не маленький. Развлечения, здесь постоянно живая музыка каждый день. И снаружи люди поют на этом мостике, и внутри каждый день какие-то концерты, либо пианино, либо скрипка, либо там гитара. В общем, очень круто. А-ля карты, тоже вообще никаких вопросов, очень вкусно, все четко. В какие-то дни они делают бесплатные. Мы ходили два раза, оба раза платные. У нас были азиатские. Вот, езди покушать здесь один ресторан. А-ля карты дневной, и там около пляжа еще один. Еда хорошего, высокоуровня, вкусная. Разнообразия где-то не хватает вот в этих а-ля картах. И в Мордан Бистро, который 24 на 7. Да, не хватает немножко разнообразия, это, пожалуй, некоторое упущение. Но здесь за ту цену, сколько он стоит, это такая мелочь. И они стремятся, они что-то спрашивают постоянно, что там, да как, хотят улучшить. Я думаю, что этот отель они качнут так, что и Макс, и Регнум прикурят еще. Мне почему-то так кажется. По интерьерам, ну, Макс вообще ничем, ну, там почти нету ни фоток, ни видео, ни себя. Здесь постоянно идешь, какие-то интересные локации. Здесь приятно гулять. Постоянно фоткаются люди. В Максе это какой-то такой безликий отель. С очень таким херовым, холодным каким-то таким обслуживанием. Здесь все очень по-доброму, все душевно. Детский клуб, вот еще раз покажу, топ. Ребенку очень нравится, там по-другому какие-то активити. Сейчас зимний сезон, мы поэтому не попали на все эти шоу. Они буквально за день до нашего заселения закончились, но... Но здесь, сейчас переткнусь. Здесь мы спросили все то же самое, что в Регнуме, в Риксусе и Максе. Все эти приездные шоу, привозные, приглашенные, как их там называют. Сейчас вспомню, сейчас вспомню. А пока я вспоминаю, пока я вспоминаю, вот бич-клаб, бич-бар. Вот просто 10 отличных, 10 с Регнумом. Тоже очень качественно все сделано. Там дальше ротанговая мебель. Если я правильно назвал. Материал просто не силен в этом. Вот здесь сцена, здесь тоже летом все выступает. И сцена, это такая поинтереснее, чем в том же Регнуме. Там тоже крутой. Ну, Регнум тоже крутой, но просто в два раза дороже он, наверное, стоит не должен, чем вот этот отель. Этот отель прям классный. Какие-то совсем по мелочи были моменты, когда там они зашиваются и, наверное, не успевают. Здесь другой алякад, еще итальянский. Когда они там что-то не успевают. Но это такая мелочь. То есть в любом другом отеле это не лучше. То есть в Максе не лучше в часы пик. В Регнуме уж точно не лучше, чем в часы пик. Риксус молчу. Риксусу очень, конечно, стоит добавить в плане работы с персоналом, организации. Вспомнил. Мадригал называется детское шоу такое топовое. Здесь все то же самое. Я смотрел эти афиши. Здесь и Коттон Клуб. Здесь все, все, все те же самые шоу приезжают. Вон мой не пойду к ним. В общем, резюме мое такое, что отелю очень понравился. В общем, не ожидал, что он настолько крутой. Итого, еще раз резюмирую, отель очень понравился. Если он будет также на контрасте в два раза дешевле в следующем году, чем с Ирегнума, Риксус и Макс так не рассматриваем, то это будет такой отель, в который мы обязательно приедем. Прям обязательно будет отель первой линии выбора. По расписанию работает, но мы лично не ходили, потому что сейчас холодно. Летом прям топ. Как видите, большая эта станция. Вот это все засеяли траву. Она, когда вырастет, это все снимут ограждения. Я так понял, что еще летом лежачки люди стоят на этой территории, потому что сейчас народу не очень много на пляже. Они много лежаков не доставали. По официантам, еще раз подчеркну, еще раз повторю, я не шучу, здесь реально уровень по официантам. Где-то прям очень близко к Макс Ройл. Здесь настолько это круто. Я прям не ожидал даже. Это не преувеличение. Вот еще одна патисерия, которая ближе к пляжу. Мороженое. Вот, кстати, вот ровно в 14.01, пока я тут ходил по Т-серию, его запустили опять. Пирс, еще раз пирс. Мы когда заселялись, нам ничего не рассказали, потому что гейстреляющего не было. Заселял ночной заселяльщик. Короче, ничего не рассказали про отель, никаких фактов там. Это, кстати, плохо. Вот этот пирс, если сверху посмотреть, я с картинку попробую подложить, то он в форме Скорпиона. Это очень круто. Это круто. Ну, блин, вы же видели видео, там, даже в Ригном, это два больших пирса, они вообще рядом не стоят вот с этим. У Макси уж я вообще молчу, там не пирсы какая-то бздунька. Я вообще не понимаю, почему Макс Ройль переоцененный. Реально, отель стоит. Я знаю, сколько денег там. Это не лучшее, то не лучшее. Много чего не лучше, но зато есть бидон с окрой, как бы, да? И много пафосных людей, дедов в основном. Да ни хера Макса вам не стоит таких денег, вот сколько они за него хотят. Наверное, поэтому в июле там ни хера никого и нету в самый сезон. Ну вот. В общем, я думаю, что, если так они продолжат работать, Станик Мардан Павас стрельнет, конечно. Очень крутой отель. За такие деньги в два раза дешевле там. Пляж здесь тоже, они сыпят эту, не крошку, как Макси, Макси сами видели такой пляж. Этот песочек беленький. Да, он там, может, не так прям, не из горга насыпан, как в Регнуме или в Кулинане. Но вот он есть тоже. Уже немножко перемешался, видно, за сезон. Короче, однозначно отель заслуживает внимания. Нигра софтом. Тебя дарт сыграет. Как я всегда говорю, что в это время, когда уже скоро закат, наиболее кайф такой чувствуется в любой сезон. Народу мало, шума нет. Солнце уже садится. Оно и сейчас не жесткое. Или там оно мягкое. В общем, бархат такой, какой-то некий бархат. Обалакивает. Все, пора ехать. В общем, интересный факт, что вот эти насосы, маленький фонтанчик, просто остальные фонтанчики не работают. В свое время отель разгроманили, вынесли, короче, что это надо сезону переустанавливать, я так понял. Ну, или как-то ремонтировать, хрен, да. Что еще интересного, с сегодняшнего дня азиатский не работает, а-ля кар. Но все остальные, то ли конкретно сегодня, то ли вообще, в принципе, становятся бесплатными. Потому что у них очередной напут. Люди на конференции. Просто информация. Остань. Выключаем. Да. Это второе. Идет. Паша. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok